Даже на YouTube-канале, если я не ошибаюсь, команды Зеленского проводится опрос, там и количество просмотров увеличивается, знаете, да? Да, да, конечно. Инициатива, если миллион просмотров, то Зеленский должен отреагировать. Вот это к тому, что ставки повышаются. С самой командой Зеленского, я не уверен, что это до конца правильно, да, что фактически после инаугурации в такой, ну, едва ли не ловушке окажется Владимир Александрович, потому что фактически уже он должен будет на это идти. Вы знаете, что мне нравится... Независимость от конъюнктура. Да, что мне нравится в Зеленском, будучи современным молодым человеком, он пошел на прямой контакт с людьми через YouTube, через интернет. Это очень здорово на самом деле. Ну, трудно представить, что Виктор Федорович Янукович, приложив вот так вот телефон, да, iPhone, сказал что-то и обратился к народу напрямую. Зеленский это может себе позволить, причем он это делает виртуозно. Он правильно делает, прямое обращение к народу. Я думаю, что таким путем мы еще придем к электронному голосованию, подождите. Вот таким путем, и то, что он мне говорил, что он хочет внедрить референдумы в Украине на манер Швейцарии. Слушайте, от самых маленьких вопросов, например, где выгуливать собак, там или там, проголосуйте, до самых грандиозных вопросов. Все можно решать прямым голосованием. Причем, если сделать это еще интернет-голосованием, это вообще не надо тратиться на референдумы. Ничего не надо тратиться. То есть, интересные вещи. Но мы живем уже в 21 веке. Тут, правда, есть вопрос, что нужно будет обеспечить безопасность этой системы. Это вот самый трудный вопрос. Сама по себе инициатива потрясающая. Прямое народовластие, да? Прямое народовластие. Демократия, если угодно.